Опасные игры. Чем может закончиться история о львице, которая охраняет Атару? Репортаж из Дагестана прокомментировал известный дрессировщик Виталий Смоленец. О его судьбе мы рассказывали в нашей программе. Полтора года назад Виталий остановился на трассе, чтобы помочь попавшим в аварию людям. Мужчину, который лежал на дороге без сознания, он вытащил из-под колес фуры, но сам оказался под ударом, получил тяжелые ранения, лишился обеих ног. Но благодаря силе воли и поддержке любящих людей, в том числе и жены Инны, Виталий вернулся на арену цирка. Сейчас он работает со львами и тиграми, гастролирует по всей стране. Дикая кошка никогда не станет покорным домашним питомцем. Об этом предупреждает Виталий Смоленец. Пока этот львенок будет львенком, она будет играться с ними, с этими и овцами, и с пастухом. Но я не могу утверждать точно, но мои прогнозы, что рано или поздно сработает инстинкт хищника, все-таки он сработает. И, естественно, животное выберет себе жертву, нападет на одной из овец, и там все что угодно может произойти. То есть, если пастух начнет заступаться даже за ту жертву, может и созревший зверь, который уже достаться и пастуху. Субтитры создавал DimaTorzok